Всем привет, мои хорошие! С вами сегодня снова Ниндзя! И я нахожусь сегодня в Украине, в городе Киев! И сегодня, друзья, новая серия той самой полюбившейся рубрики многим, когда я буду катать красотку. И поскольку я сейчас нахожусь в Украине, мне очень захотелось провести свидание на мотоцикле с красавицей из Украины. Посмотрим, насколько сильно отличаются девочки в Украине от наших российских девчонок. И отмечаются ли вообще. Поэтому сейчас я уже направляю девчонки, с которой я договорился, встретиться. Ничего не знаю о ней, кроме того, что она сказала, что она болеет, возможно, ковидом. Я что-то болею, типа, но я еще что-то тест сдала, но, типа, плохо себя чувствую. Поэтому не будем подходить к ней ближе, чем на полтора метра. Пускай она там сидит аккуратно позади. И у меня, в принципе, есть маска и шлем. Я думаю, пронесет нас, пронесет нормально. Вот такой вот шлем, скорлупка, смотрите. Просто угарный такой маленький. Я думаю, вы зацените его. И обязательно перед просмотром ролика далее влевите лайкосик. Просто. Просто давайте прямо сейчас. Действуем мы по классическому сценарию. Уже через... Нет, 10 минут уже будем на месте. А здесь как бы проще опаздывать. Потому что две девчонки не принципиальны по времени. Ну, насколько я понял. Потому что я уже договорился с несколькими. И каждая девчонка сказала мне пофиг, поскольку ты за мной заедешь. Мне этот подход нравится. Поэтому сейчас мы прямо фигачим на место. Но что-то небо какое-то синее. И мне кажется, будет фигачить дождь. Ну, в принципе, пофигу. Камеры в городе минимальное количество. Поэтому тачки здесь ездят просто по ощущениям. Как им по кайфу, по комфорту. И здесь довольно-таки часто перестраиваются. Поэтому здесь нужно быть аккуратным в тройне. А еще на кочках никто вообще не притормаживает. Прикол. И, кстати, многие едут с тренировкой. Многие меня спрашивают. Диндзя, а как у тебя телефон здесь не падает, короче, с навигатором? И почему ты его нормально не закрепишь? Ну, напомню, что айфон, если крепить в траверсу, все вибрации будут передаваться в него. И тогда у вас навернется сенсор, который отвечает за камеру. И у вас камера будет вот так вот трепухаться, трястись вот так вот жестко. Все у вас сломается. А если вот так вот ложить телефон, то все будет норм. Главное не делать вилья, чтобы он не слетел. У меня чехол-то такой нескользящий. А Джесси очень продуманно инженерами Сузуки, чтобы здесь специально такая есть выемка, куда можно ложить телефон, деньги, ключи, энергетики, короче. Если что-то нескользящее, то все будет нормально. А-а-а, охренеть. Пошел все-таки дождь. А-а-а, я уже намок. Только помыл байк. Офигеть, ребят, смотрите, сколько воды в Киеве сегодня. Просто потоп. Фух. Мы почти подъехали. И, кстати, знаете, что братья белорусы и братья украинцы называют девчат, знаете как, малая. Ну, типа, украинцы говорят, малая. Как прикольно. Типа, малая, малая. Мне прям так нравится. Так тоже теперь буду называть. Девчат. Где там моя малая? Где-то здесь, короче. Я на месте. Я на месте. Привет. Августин. А тебя как зовут? Рената. Рената. Очень приятно. А что ты тут делаешь? Что ты тут делаешь? А, живешь? Я думал, тебе уезжать нужно отсюда. Куда? Ты заболела, ты говоришь? Ну да, я уже делала тест. Все, пришел ответ. Результат нормальный? И что было? Я не знаю. Просто пасшир. Касляешь? Ну, нормально. Что, рассказывай, каталась когда-нибудь? Да. На эндуро. Серьезно? Сама? А, пассажиром. И на каком-то BMW. Ага. Полугородской, полу... Полу-негородской, да? На миграя. Ну, смотри, какой у меня крутой шлем для тебя есть. Ну, ты умеешь сидеть, короче, да? Нет. Вообще не умеешь? А на спортивных мочках каталась? Нет. Ну, все. Вот, смотри, тебе специальный спортивный шлем держи. Спортивный шлем. Это ретро-спортивный шлем. В таких выступали в 1947-м. Я, если честно, не люблю водоциклы. Вообще ненавидишь? Я люблю это красиво, когда смотришь. Со стороны, да? А ездить вообще не очень. Почему? Я говорю, я засыпаю. Засыпаешь? Мне скучно-то, а не интересно, холодно. А-а-а. Но сегодня такого не будет. Ну, я свое. Чуть-чуть. Сегодня такого не будет, я тебе уверяю. Откуда ты? Мы куда-нибудь признавать. Я белорус. В смысле? Не похоже. А, ты пронумеваешь, что ли? Да. Да это просто с России мотик пригнали. По дешевке. В Москве? А ты откуда? Я из Донецка. Ты из Донецка? Я нормально к этому отношусь, все хорошо. Да? Я могу не переживать? Подожди, ну а из Донецка, ну ты россиянка получается? Нет. Нет? Нет, конечно. Ну я бы не получала все эти документы и так далее. Ну да. Я из России. Ничего страшного. Ну да. Ты сейчас обманываешь. Борисов? Что? Нет, я тебе говорю серьезно. Правду сказать. Что? Так из России или Беларусь, блин? Я белорус, но из России. Приехал на российском мотоцикле. К белорусам нормально тоже относишься? Да я ко всем хорошо отношусь. Вот. Нет такого. Ты город знаешь? Нет. Да. Я три месяца живу. Три? Да. А до этого где? Да. И что, нравится? Нормально. Ну я тебе покажу его сегодня. Я тут уже почти местный. За 20 минут? В смысле за 20? Я же сказала, мне без 15 минут. Надо уезжать? А куда ты? Уезжать ко мне приеду. А, гости? Ну давай за 20 минут я тебе сейчас покажу все. Я боюсь. Ты а сейчас мокро, видишь? Мы не будем быстро ездить. Я боюсь еще больше. Нормально. А что, в Донецке лучше? Серьезно? Я ехала сюда, а у меня машина. Ты умеешь водить тачку? У тебя Тесла? Нет? Одна старая лепка. Я просто смотрю, здесь все на Теслы гоняют. Откуда у меня такие деньги? А ты чем занимаешься? Я кондитер. Да? Угу. Делаешь плюхи? Что? Плюшки делаешь? Нет, не плюшки. А что? Плюшки. Нет, сладости вкусные. У нас это называют плюшки. Какие плюшки? Ну, сладкие, не сладкие. Может быть, ты знаешь Дубовик? Ну ладно, нет, это наверное в моих кругах. Точно. Андрей Дубовик. Ну. Ты знаешь? Конечно. Все не важно? Да. Мы вот виделись на днях. Подожди, это кто? Что? Ты же очень крутой кто? Кондитер? Ну вот я и говорю. Мы ее виделись недавно. Андрей Дубовик. Не Дубовик. Ты сама сказала. Дубовик. Ладно, я просто прикалываюсь. Я боюсь. Нормально все будет. Давай, одевай шлем. Все будет. А? Будет весело. Ну, это вечером, если только. Давай, днем я тебя, а сейчас ты. Я должна вернуться домой. Во сколько? Живой. Во сколько? Живой, главное живой. А, просто вернуться, да? Я слетаю. Откуда? По крайней мере, слетала, когда ездила. Ну, ты знаешь, как сидеть правильно? Я тебе сейчас расскажу. Смотри, твои подножки это вот эти. Видишь, смотри? Вот эти твои подножки. Справа, слева. Вот это? Ну. Ты сидишь здесь. Попой здесь. Рукой вот так вот одной опираешься в бак. А второй рукой придерживаешься меня, когда я разгоняюсь. Что? Давай ты не будешь разгонять. Давай пошлем всех нахер. Прости, пожалуйста. Сейчас. Ну, давай мы скажем. Мы сейчас пять минут туда и пять минут обратно. А, вон он стоит. Ну, кстати, мой друг из Донецка. Мы, скажем, сейчас за хлебом съездим. Да, да, да. Я просто обрустила ему по-боже приехать, а он глупый. Сейчас. Да ладно? Так, ну девчонка, короче, из Донецка. Вроде украинка, но вроде из Донецка. Что, вроде прикольная такая, веселенькая. К ней вроде приехал какой-то друг тоже из Донецка. Сейчас она попробует с ним договориться, чтобы он, не знаю, может подождал, пока я ее покатаю. Тут, знаете, как вам скажу, друзья. Кто успел, тот и съел. Кто первый приехал, тот и будет сегодня другом этой замечательной дамы. Что говоришь? Поехали? Ну, а тогда ему ключи, скажи это, пока расположись. Нет, конечно, я не могу. Ну все, с Богом. Все, я готов. Что ты сказала своему другу? Что вернусь через 15 минут. Да? Ты думаешь, я такой скорострельный райдер? То есть на поворотах, ну что, просто ровненько сидеть и все, да? Да, просто кайфуем. Нормально? Ну вот, а ты говорила, скучно будет. С такими дорогами даже я боюсь. Они тоже боятся. Все нормально? Нет. Очень страшно, я не могу. Ощущения себя составят. Да? Да, это нормально. Это или дождь, или слезы. Это счастье. Так это твой парень приехал? Я покатаю. Я бы к чему отошел? Нет? Нет, ну нет. Чтоб я начинала. Ааа. С тобой бы, чтоб я поехала. То есть ты там? Я поехала кататься с пацаном, да? То есть ты там мужика себе ищешь? Нет, я не знаю, никому. А что ты там делаешь? Просто сижу, потому что не скучно. Видишь, я тебе не вестила. Не хочешь себе тоже байк? Нет. Она говорит, что это ой-ой-ой-ой-ой. Да, ты как Винни-Пух был? Ой-ой-ой. Ты как Винни-Пух? Как плохой Винни-Пух. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Поехали. Нет, ну поехали. Так, я здесь водитель. Какая музыкальная попалась. Ну ты прям музыкальная. С голосовым сопровождением, знаешь? Потому что я боюсь. Кого? Меня? Нет, вот эта штука. Чего меня боятся? Моим что угодно стоит бояться, да. Она такая, опасная. Знаешь, что означает эта арка? Дружба между мной и тобой. На ней есть трещинка, правда. Ты не знаешь? Нет. Да нет, давай сюда. Ну что, ты кайфанула? Ты знаешь, что такое за трещинка? Нет. Между нами с тобой. Разлад небольшой такой. Разлад между народами? Угу. Ты в курсе, что она появилась только тогда, когда пошла вот эта вся история? Да, я в голову узнала. А, вот теперь знаешь. Видишь, каждый день что-то новое узнаешь? Каждый день. И что ты решила со мной увидеться? Это все вкусно. А в Донецке ты что делала? Почти не. Кого кондитера не встретишь, они все худые. А тебе часто встречаются? Я сам пекарь, еще тот. Серьезно? Угу. Так, сейчас мы пошлые шутки. Смотри, еще знаешь нюанс? Если ты встанешь вон там, вот, с одной стороны арки и с другой стороны арки, и мы будем разговаривать, ты будешь слышать, что я говорю. Ты не знаешь? Нет, я не знаю. Ты реально не знаешь? Я причем это проверял. Чтобы ты понимала, когда эту арку построили, еще не было радиотелефонов. Блин, что ты именно налистываешь? Ты не веришь, да? Нет. Блин, давай проверим. Не сейчас. Человек ждет. Твой парень? Он не парень, но это мой друг, он это нет. А где с твоим парнем случилось? А, вы разошлись. У меня много. Детей нет? Нет, две дочки. Две дочки? А тебе сколько, погоди? Столько, сколько там написано. А где? Я не помню, что там было написано. Сергей, ты, блин, какая ты маленькая выглядишь. Что? А, выглядели. То есть мне нужно будет, если что, заботиться обо вас всех. Три женщины я не потяну. Зато не скучно. Ну? Когда узнают об этой информации, они... Какие, типа... Я поехал, да? Кстати, у меня это позвонил только что кое-кто. Я вора. Ну, я уже это воспринимаю. А у тебя обычно в подписи пишут, знаете, на сайте знакомств. Чтобы сразу, типа, да, да, да. Чтобы сразу не соскакивали. Интересно, мне нравится реакция. Да? Да. Ну, было прикольно, когда я поняла, когда человек попал в путь, смотрю, папа плывел в ноги и попал. Я пришел, конечно, все. Он такой, ну, как бы, ты прости, но я не потяну, я не хочу быть отцом, бла-бла-бла. Я говорю, все, я говорю, не вопрос вообще, я с какой-то... Пошел нахуй. Вообще, вообще, да. Ну и правильно. Как там вообще, нормально сейчас все? Где? Ну, в Донецке, да. Ну, как нормально. То есть, и пор плохо, типа, там опасно? Да, как молодая республика развивается. Не, ну вообще, имею в виду, типа, там какие-то боевые действия еще идут? Нет. Все, уже поспокойнее стало? Ну, думаю, она где-то, может быть, есть на окраинах, но... Она мне смешно. Да, вот была, вот перед моим отъездом. Где-то было, немножко, но... А, как здесь вообще относятся люди, типа, ну, к тому, что если там узнают про донецким ребятам, да. Вообще, нормально. Я, например, пришла на собеседование, вот, как-то, да, и вот, в Донецке, да, и улыбаюсь, он просто стесняется. Нет, да, ладно. Это то, что я улыбаюсь. Я вообще никогда скромно не сталкиваюсь. В 30-м были, было такое, что мы ехали на машине, вылазит чувак из окна, и он такой, Донецкий, пошли, можно сюда, мама же, кто нашел на аспекте. Угу. Вообще, такого нет. Сейчас уже с российскими номерами ездят тут всякие. Спокойно, да, вообще двигается? Нет, ну и на российских номерах машины ездят. Я очень мало вижу российских машин. Получается, ну, в Донецке же тоже украинцы живут, правильно? Да, но они... Говорят, что они как русские, типа. Непонятно, просто я... Очень много людей, которые меняют документы, потому что считают, что в России будет лучше. Но, ну, немножко... Ошибаются, да? Конечно, ошибаются. Ты не стала себе делать российский паспорт? Нет, конечно. Я не хочу, я никуда не знаю. Ну, тебе в Украине нравится больше. Я хочу в 20-е уезжать мужем. Угу. И чё так? Не захотел, да, с тобой ехать, походу? Или ты с ним? Я с ним. И сбивал? А? Ну, что? Ну, пиздил. Не. Не? Я избивал меня уже после ничего. Чё-то тебе не везёт на мужиков, малая. А потому что, знаешь почему? Потому что с юбками весело. Да. А? Правда ты сказала? Ну, да. Как бы я знаю много машин, автомобилей вот этих всяких перестроенных, там, корчей и так далее. Ага, шаришь за тачки. Да. Ну, потому что у меня муж 6 лет занимал по хуйнёй. Ну, с мотоциклистами ты особо дела не имеешь, да? У моего бывшего мужа младший брат купил тебе вот что-то подобное. Но у него, это у него что? У него... На S. Ты сейчас похожа, знаешь, на кого? Ты сейчас была похожа на Ди Каприо, который сосредоточен такой. Помнишь? В меме он такой. Давай лицо показывай. Я вам такое на третье свидание показываю. А у меня есть акцент? Да. Серьёзно? Как типа, можно? Ну, типа, если я вот так скажу, знаешь, доброго... Доброго... Доброго раночка. Или как там? Закрой рот. Сербский акцент, да? Да. Слушай, мне нравится украинский из уст девушек. Вот и вообще сюда приехал. Так, типа, скучно что-то в Москве. Думаю, дай покатаюсь. Правда из Москвы. Ага. А ты была там? Нет, 8 лет была. Ага. Почему я сейчас в школу там такой? Сдевайки. Ну, это вечерняя программа, Ринат. Идём сюда, это сегодня светится. Точно. Какая? Вот эта? Не, ночью здесь не был. Не был вечером. Ну, всё. Всё, договорились. Без шлема? Ну, с членом, ладно. Это тебя. Да, он у меня съёмный. Да, такое бывает. Все мы люди. Любишь BMW? Мы обожаю все. Серьёзно? Очень. У твоего мужа угребил BMW? Тройка, пятёрка, семёрка. В 89-го года. Что это за ведро? Что это за ведро? Знаешь, нет ничего скучнее. Миссионерской, бочком и рассказываю твоего мужика про тюнинг. Всё, отлично. Вот именно. Знаешь, а мотоцикл такая штука. Ты можешь доехать, а можешь не доехать. Ладно, у тебя дочурки есть. Это ответственность. Мы мотоциклисты люди ответственные. Серьёзно? Да, но ненадёжные. Ты меня сжала так, что я дышать не могу. Расслабься. Боюсь. Боишься? А ты на заднем колесе ездила когда-нибудь? Нет. Не надо. Я не сумасшедший? Я ещё такой сумасшедший. Там надела, где вот эта юнистра. Свидится, так и дальше. Дальше. Ты думаешь? Надо. Убегись. Ну всё, я уже не могу дальше. Правда, что в Киеве много эскорта? Да? Ты не думала устроиться из пекарни? А чё? Ну чём? Ну типа бабок поднять. В цели? А, типа, ну не зарабатывание бабок? Зарабатывание, но другим другом. Ааа. Ну а тебе не предлагали? Почему мне должны были предлагать? Ну я не знаю. И сколько стоит здесь девочка? Ну, ты можешь пойти в ночной клуб, ну не в ночной клуб, а в шутки с клуб и там снять 5-6 тысяч. 5-6 тысяч долларов, да? Гривен. А, гривен? Гривен. 5-6 тысяч гривен? Да. Мои друзья донецкие водили в Ближаке, в их лице. Ага. А я не знала, что они живут. Ага. Сидит за столиком мужичок. Ага. Ну чёлочка подсела, сидит с ним, общается, что он его подлаживает. Или мне не было как понять. А мне, как видишь, сидят, что-то вижу. Ага. Потом, как через какой-то время, мужичка, девочка уходит, а в шутку на стол ставят чёрный пакет с бутылкой. Ага. Знаешь, что это такое? Я говорю, понять мне никак не знаю. Он говорит, это он купил девочку. Я говорю, в смысле купил? Он говорит, ну он её собирает с собой. А пакет чёрный при чём? Там бутылка шарпанского. Ага. И в счёт, ну как бы, они же не могут продать тёлку, да? А, ну-ну-ну-ну-ну-ну. Всё, всё, всё же нефига. А, у нас так алкоголь продают, зажигалку, типа, знаешь, ночью. Вот. А тут так продают тёлку. Типа, якобы, бутылка такая, да? Вот, да. Ты покупаешь бутылку, там, такая, тысяча, а ты, по факту, покупаешь девушку. Ага, прикольно. Это на наши деньги тысяч где-то... Это, по-моему, где-то 600 долларов. Ну, тысяч 12-13. Это всё ночь? Ну, я не знаю, ну да, да, но... Прикольно. Ну, я слышал, что Киев это секс-туризм такой. Ёпта. Ой. Частая дорога. Ага. Что такое? Задница мокрая? Вся? Да. Ну, потому что мотоцикл это страдания. Я уже это поняла. А, я это поняла ещё, блин, два года назад. Зачем мне на это? Хочешь, постираю штаны? Снимай. Чтобы не скучала. Ты уже и не верила, да? Что вернёшься живой. Покажи, что там, нормально, всё сухо? Да всё сухо, что там? Ну, чуть-чуть закидала. Как тебе поездочка? Ну, ты знаешь, назад было веселее. Серьёзно? Ну, конечно. Я вышел из-за скорости. Но, боюсь, всё в таком моменте уже можно глибить. Да, можно. Потом начнётся вот это вот. Хочу себе свой байк, само ездить. Это стадии, знаешь. Сначала ты пассажир. Слушай, а что в нашей жизни безопасно? Скажи мне. Что в нашей жизни постоянно? Ничего. Что-то всё там меня на кальян пригласило, да? Если хочешь, приезжай. Приезжай, да? Покатайся, по-палу, фильмы. Да? Ну, всё, договорились. Я понял. Хорошо, будем держать связь. Всё, было приятно познакомиться. Давайте, хорошего дня. Всё, пока. Ну, что я вам скажу, друзья? Что вам сказать, мои друзья, друзяшечки, мои хорошие подписчики, мои зрители, моя просто банда. Девчонка прикольная. На самом деле, вот знаете, я не знаю почему, но я как-то проникся на самом деле к этой девчонке, к этой девочке. Даже не хотелось её стебать. Ну, вот честно, я не знаю. Может быть, кому-то из вас, типа, там, знаете, не зайдёт. То, что я на ней там не подшучивал, не угорал. Но, блин, девчонка вообще с Донецка, а я знаю, что этим людям, ну, на самом деле, не просто жилось и живётся. Потому что там происходят боевые действия. И знаете, и как-то, ну, как бы вот у неё ещё такая ситуация. Твою мать, брусчатка. Вот, блин, откуда здесь брусчатка? Вот нахрена здесь брусчатка? Короче, на самом деле, такие смешанные чувства, потому что, ну, вот у неё ещё такая жизненная ситуация. У неё две дочки, она развелась. Она вот из Донецка. И, блин, я к ней такое, не то чтобы жалость испытывал, а такое, типа, ну, больше сочувствовала, уложения. И, ну, не знаю, как вам объяснить. Да не круче, это не какая-то такая глупая девочка, на которой хочется прикалываться. Нет, она довольно-таки приятная девушка. Красивая, симпатичная, с хорошим чувством юмора, знаете ли, приятная в общении. Над такими даже, ну, сильно не хочется прикалываться. Ну, правда. Поэтому, друзья, я не знаю, что вы думаете на этот счёт. Обязательно напишите в комментарии, что вы считаете. Мне это реально будет интересно почитать. А самый интересный комментарий я отмечу лайком. Поэтому вот такое вот у нас свидание вышло в Ки. И я, честно говоря, думал, может быть, мне попадётся какая-нибудь эскортница или ещё кто-нибудь, потому что здесь очень много таких девочек, которые продают себя, свои услуги, своё тело. Но, как видите, мне попалась просто хорошая девчонка. Ну что, мои хорошие, а с вами был Ниндзя. Всем пока!